Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я рада вас приветствовать. Тема сегодняшнего моего онлайн-расклада будет называться «Причина смерти Владимира Бардунова». Мне написали в личное сообщение и попросили сделать этот расклад. 30 марта в Мытищев был захват особняка, владельцем которого был Владимир Бардунов. В ходе этой операции он был убит. И, в общем-то, здесь есть… Мы это знаем из источников СМИ, а также из информации в интернете, что многие считают его смерть достаточно загадочной. И я хочу посмотреть, что всё-таки явилось причиной смерти данного человека, и что могло произойти на самом деле. Когда-то я уже делала этот расклад, похожий расклад. У меня есть на моём канале. Кому будет интересно, вы можете его посмотреть. Первая позиция – определить психологическое состояние человека в предсмертный период. Вторая – определить причину смерти. И третья – подробное рассмотрение причины смерти. Тут уже будет видна конкретная причина, обстановка, а также люди. Так, что я буду в первую очередь смотреть? Конечно же, я буду сейчас смотреть, определить психологическое состояние человека в предсмертный период. Вот эта карта, она очень необычная. Это карта умеренности. Но здесь мы видим ангела, который льёт воду. Что я могу сказать? Человек, во всяком случае, старался быть предельно спокойным, но ему были, Владимиру, были даны сигналы. И, возможно, ему снились сны. Возможно, накануне ему снился сон. Возможно, всё равно было то, что его беспокоило, и он это внутренне чувствовал. Он всё равно что-то предчувствовал. Были подсказки. И где-то даже была такая ему подсказка – поспешишь, людей насмешишь. Здесь нужна была умеренность. Но, так как я вижу, человек находился не совсем в адекватном состоянии. А. Внутреннее состояние. Какое у него было внутреннее состояние? Внутреннее состояние, он вполне давал себе отчёт, что он делает. Он был, во всяком случае, несмотря на то, что он был в выпившем состоянии, потому что он был не трезв, он всё равно давал себе полный отчёт. А также он оценивал ситуацию, в которой находился, и у него был адекватный взгляд на мир. Б. Внешне что человек показывал для других? Здесь, знаете, могу сказать, он показывал, что он вернулся из какого-то такого депрессивного состояния. Были у него какие-то цели и планы. Возможно, налаживание каких-то контактов из прошлого. Также возвращение к каким-то делам, опять-таки, из прошлого. Что-то связано с прошлым. Но у него был интерес к жизни, это однозначно. Г. А, простите, В. Каким он считал, его видели другие люди? Ну, как ему казалось, во всяком случае, или считал. Эта карта говорит о том, что он считал, что его недооценивают, его способности. Также он считал, что он относится жестоко к животным, к людям. И даже, знаете, как сказать, некоторое было такое пренебрежение у него именно к животным, именно к посторонним людям. Но его довольно-таки считали, даже можно сказать, где-то сбалмошным. Однако, он мог делать то, что другим было неподвластно. И еще могу один такой момент сказать, что окружающие люди видели, что он себя вовлекает в какой-то хаос от чрезмерного самомнения о себе. И близкие люди могли это замечать. Как его реально видели люди? Каким? Эта карта говорит о том, что у него был достаточно острый ум. Живым, смекавистым, ловким. Он был достаточно интересным собеседником. Но на нем была надета броня. Человек был лишен сентиментальности по отношению к другим людям. Также видели в нем бойца. Человек-боец. Достаточно скрытый мог быть. И от его взора ничего невозможно было утаить. И это на самом деле, его так реально видели люди. Дальше. Чего он хотел? Чего он хотел? Вы знаете, по этой карте я могу сказать, что вокруг него была в последнее время какая-то суета. Причем кто-то пытался взять его под контроль. Какие-то были помехи. Человек пытался устранить какие-то препятствия. Причем он накануне должен был куда-то ехать. Также это говорит о том, что он должен был куда-то не просто поехать, а с целью каких-то переговоров. И ситуация была конфликтная. А какая-то шла конкурентская борьба. Что еще может быть? Цель была, возможно, так даже, захват каких-то новых сфер и территорий. Дальше. Это еще карта говорит о том, что он мог иметь дела с людьми в погонах. Вторая позиция. Определить причину смерти. Ну, что я могу сказать по этой карте? Определить причину смерти. Причина смерти в том, что там на месте состоялось правосудие. Человек нарушил закон. Это карта справедливости. Справедливость регулирует взаимоотношения людей по принципу равенства. И как раз таки так, как Владимир Барданов, да, Барданов и его фамилия, нарушил закон, его на месте и казнили. Также эта карта говорит о том, что у него был выбор. Могло быть все совершенно иначе. Но он поддался искушению. Это раз. А во-вторых, это все еще было замешано на каких-то партнерских отношениях. С теми людьми, с которыми он имел контакт. Третья позиция. Подробное рассмотрение причины смерти. В первую очередь, эта карта говорит о том, что у него было осознание проблем, а также осознание своих потребностей. Вот в психологическом аспекте человек очень боялся нищеты. Он боялся нищеты панически. Дальше. Общая причина смерти. Общая причина смерти. Эта карта говорит о том, что была встреча накануне с властным человеком. Это был мужчина. Человек, который подавляет всех и все. Человек, который навязывает свое мнение. Человек, как машина, у которого есть власть. Дальше. Б. Причина, которая привела к смерти. Ну, опять-таки, причина, которая привела к смерти. Это партнерские взаимоотношения. Это безвыходность ситуации. Это, опять-таки, человек находился в выпишем состоянии. Он оказался жертвой. Владимир оказался жертвой. Его отдали на суд. Но причина была именно в партнерских взаимоотношениях. Следующая позиция. Обстоятельства смерти. Ну, вот, насколько я вижу, обстоятельства оказались сильнее. Опять-таки, человек из прошлого. Опять-таки, партнерские отношения. Опять-таки, мужчина, влиятельный, высокопоставленный. Который оказывал как-то влияние на него. Но это были дела, связанные именно с прошлым. Владимир, скорее всего, что-то был должен этому человеку. Поэтому все так и происходило. Когда-то этот человек каким-то образом помог ему стать сильным и могущественным человеком. Он на него оказал большое влияние, этот человек. А потом возникла между ними ситуация конкурентской борьбы. И пришло время отдавать какой-то долг. Здесь еще может быть замешана какая-то женщина в этой ситуации. Какие-то были отняты территории. Захват был каких-то территорий. И этот человек ему помогал. Дальше. Здесь еще один был мужчина замешан в этой истории. Но, скорее всего, этого мужчины уже нет в живых. Дальше. Фон, на котором происходила смерть. Так, эта карта говорит о том, что... Ну, это, в принципе, эта карта также и показывает, как уже было в новостях, что это было рядом где-то водоем. Ну, там стоял не бассейн, а фонтан. А также рядом был кинозал. Это где смотрели фильмы. И однозначно могу сказать, причиной всего... Причиной всему были деньги. Человек был связан с какими-то деньгами. Причем интерес абсолютно голый, меркантильный интерес. Также здесь на Владимира был наговор. Тут, знаете, как сказать? Его обговорили. Его оклеветали. Но еще могу сказать. Вот в этот вот последний день, момент своей жизни, Владимир избавился полностью от иллюзий. Ему все стало ясно и понятно. Но уже отступать было некуда. Здесь однозначно замешаны люди из его прошлого. Одного человека уже нет в живых. Здесь также есть женщина. Влиятельные очень люди. Кто-то когда-то ему помог встать. Был захват каких-то земель. Незаконным путем. И здесь на человека было оказано давление, потому что хотели оторвать большой кусок. К нему пришли за тем, чтобы он отдал какие-то проценты. Какие-то долги с процентами. Это не просто так. Больше всего Владимир боялся нищеты и тюрьмы. Вот чего он боялся на самом деле. И у него был панический страх перед нищетой. Перед нуждой. И он для себя окончательно решил, что он живем не сдастся. Причем могу так сказать, что ему поступали какие-то смс-ки, но не в виде угроз, а в виде каких-то предложений. Там не случайно, все это было не случайно. И накануне все равно человек знал о чем-то и был предупрежден об этой конфликтной ситуации. Но он не ожидал, что это именно вот так все пойдет. Он этого сценария не ожидал. Человек не ожидал такого сценария развития. Сейчас посмотрю еще на картах безумной луны. Понимаете, конечно, так в принципе очень тяжело делать расклад, не видя даже его как бы полную дату рождения. Но зная год рождения, могу так сказать. Он должен был в 50-го года заниматься. Там у него было именно как раз-таки большой очень интерес к оружию. Но ему лучше было бы свои все способности и таланты направить. Ему можно было чисто даже для самого себя заняться поварской деятельностью. Ну что-то вот связанное с более мирной профессией. Также, возможно, ему можно было бы быть сварщиком. Делать что-то именно для себя какой-нибудь, какие-то эксклюзивные такие вещи. Потому что у Владимира на самом деле был очень гибкий ум. Он мог все. У него были золотые руки. Этот человек мог все. Но он при страсти имел именно к оружию. И вот это вот число в его дате рождения, оно разрушающее. Оно несет за собой разрушающую энергию. Как правило, эти люди после 51-го года, вот там они и увлекаются. Либо ходят на охоту, либо занимаются оружием. И еще могу сказать, что здесь было еще связано с транспортом. Что-то было связано с транспортом. Транспортные перевозки. Причем, опять-таки, в этих перевозках было что-то неладное. Вот по этой карте, что я вижу? По этим вообще трем картам, что я могу сказать? Значит, первая мне идет какая информация? Человек умел видеть ситуацию насквозь. Он не только чувствует, но и великолепно анализирует. Понимаете, он уже завидомо все знал, откуда это идет и что. И он понимал эти, как сказать, люди, которые к нему пришли с проверкой, да, они пришли не просто так, силовики туда пришли. И они пришли по наводке. И все это он прекрасно понимал. Опять говорит о том, что он был выпивший. Человек был выпивший. Возможно, если бы он находился полностью в трезвом состоянии, этого бы не произошло. Но он, видно, выпил для того, чтобы... Но я бы не могла сказать, что он не был трусом. Самое главное, что человек не был трусом. И он хорошо стрелял. Он был довольно-таки сильным и мощным человеком. Но я вижу, что его подставили. Его подставили и натравили на него силовиков. Вот что я вижу. Почему? Потому что там был какой-то должок за ним. И его хотели оставить. Ну, можно так сказать. Хотели очень много от него взять. Очень много. И причем он обо всем об этом знал. Ему... Он должен был выехать навстречу. Но ему не дали этого сделать. Его опередили. Его решили подсадить на крючок именно при помощи закона и порядка. И он понимал, что в его доме обнаружат такой арсенал оружия. И там будет статья. А когда он начал отстреливаться, он понял, что дело совсем туго. Но отступать было некуда. Значит, он понимал, что эти люди, которые пришли делать проверку, они пришли не просто так, а пришли его уничтожать. Уничтожать. В каком плане? Там уже была статья, для него приготовленная. Отпускать его никто не хотел. Почему? Потому что те люди, которые стоят за всем этим делом, имеют отношение к власти и к закону. Спасибо вам большое за внимание. Берегите себя. Всего вам доброго. Спасибо.